Ребятки, всем привет, мои хорошие! Ну, уже не буду говорить, зная о том, что, конечно же, потеряли, ничего не выхожу. Но я стараюсь выздороветь. Чем быстрее я выздоровлю, чем быстрее я восстанавливаюся полностью, тем быстрее у нас больше будет с вами встреч, скажем так. Вот сегодня делаю шашлычок. Вчера тоже делала. Ну, конечно же, все, мои хорошие, Иисус Воскресе! Конечно же, всех, кого я вчера в сообществе там отправляла, поздравляла, но, конечно, всем желаю счастья, здоровья, благополучия, чтобы вот со вчерашнего дня, с такого великого праздника, чтобы ваши сердца наполнились радостью, счастьем, здоровьем, благополучием, чтобы все у вас было замечательно, мои хорошие. И, конечно же, те девочки, которые сейчас, мальчики, собираются на операцию и готовятся к этому, и боятся этого. Я от всего сердца хочу вам пожелать, конечно же, сил взять себя в руки и сделать, и избавиться от ваших проблем, которые сейчас вас докучают. То есть все будет замечательно, поверьте мне, обязательно все будет хорошо. Вы можете писать мне в личку или в комментариях. Я обязательно за вас буду молиться, как вы молились за меня, и я также помолюсь за вас. Вот обязательно. Так что, мои хорошие, все будет замечательно. Делаю шашлычок. Хочу салатик еще сейчас сделать. Сейчас сын у меня скоро с учебы должен прийти. Ой, переворачиваю. Сама вчера мариновала, не все делала. Дети приходили, вот что покушали, что съели, и вот осталось еще. Думаю, ну что, ну и будет лежать, надо доделывать. Сейчас Никитка придет. И греческий салат сейчас сделаю. Ну, у меня рис еще есть с овощами. Вчера тоже делал. Вот. Шашлычочки. Все, слава богу, стойте, стойте. Так, сейчас овощи приготовлю, вернусь с вами, поговорим еще, пообщаемся. Так, вернулась я. Слушайте, сейчас залезла, смотрю, а у меня, оказывается, в холодильнике, блин, нету этого салата. Как его? Ну, поняли, зеленый классический. Ну, и ладно, что, ну, отсюда вы расстроятся, что ли? Теперь мне салат не приготовить, или он не будет называться греческим? В чем причина? Ну, нету, и слава тебе, господи, нету, и не надо, значит. Сейчас сделаю все ингредиенты, какие у меня есть, и все. Нормальный будет салат, тоже вкусный. Ребят, я знаете, по какому? Это, конечно, сейчас не кулинарный блог, и я не показываю, как я его готовлю, этот салат, нет. Я сейчас хочу с вами поговорить на такую тему. Вот по поводу, я просто буду готовить и с вами разговаривать. Вот по поводу, все-таки я хочу поговорить квот. По поводу этих программ, которые у нас существуют. Но многие граждане этого не знают, понимаете? Вот у кого-то сейчас, может быть, есть какая-то болезнь, ну, что-то болит, что-то надо, хирургическое какое-то вмешательство. А человек, ну, знает, думает, что ему, ну, нужны такие большие деньги, денег нету, платить нечем. И не знает о том, что существуют на все виды операции, ну, не на все, конечно, но которые дорогостоящие, и которые делаются по технологиям, вот последним, 21 века, скажем так, да, вот в 23-м году, 24-м. Какие вот эти технологии, высшие какие-то там категории. На это, пожалуйста, вы можете это делать. Я вам живой пример. Моя операция, по сути, то есть она везде в сайтах выставлена, она стоит 750 тысяч. Ребят, 750 тысяч. Понимаете? И вот что я вам хочу сказать, что, ну, пожалуйста, и государство оплатило, оплатило эти деньги, и мне сделали такую операцию. Это тоже, знаете, это очень много стоит. Вы не бойтесь, вы делайте, добивайтесь свое. Да, конечно, надо время, надо постоять. Ну, опять-таки, еще раз хочу вам это сказать, что не обязательно, то есть, ну, что там такие очереди, не отстоишь там или тому, ни хренашечки. Вот я же отстояла, отстояла и сделала. Когда коснулась вопрос, коснулся квоты, вы знаете, конечно, я безумно благодарна своему сыну, безумно, потому что этот пацан сам поехал в Челябинск, в министерство, сам поехал. И сам все выбил, выбил эту квоту, и сам там все разговаривал, и все говорил, и все делал. Без меня, ребят, без меня поехал. Все, приехал и сказал, все, можешь готовиться к операции. Ну, вы знаете, еще самое, что удивительно, можешь готовиться к операции, и все, и сам же всю мне сумку собрал. Полностью меня подмотал все. Конечно, ну, молодец, что говорить, молодец. Я, знаете, всегда так говорю, вот не зря я в своей жизни два раза по 9 месяцев в себе таскала их. Вот не зря, правда, что один просто золото, что второй золото. Нет, я не могу никому из них дать серебро там или еще что-то. Это просто золотые пацаны, просто золотые. Я не знаю, за что-то все-таки Господь меня вознаградил вот в этой жизни, вот за что-то вот он мне дал. Знаете, это вот дал моих сыновей, вот правда. Это пипец. Это, конечно, пипец. А теперь моему старшему сыну такую невестку мне подарил. Так что, ну, я очень рада, правда. У нас были всякие моменты в жизни, знаете. И притирались мы друг дружку. Они привыкли жить без меня. Это все понятно. Все это было. Ну, я очень настырная. Я безумно люблю своих детей. Безумно люблю. И для меня дети это все. Это самое дорогое, что может быть. И я готова идти через все, ползти, идти, неважно как. Ну, что я все равно дадусь того, что мои дети меня примут, по полной примут, так, как нужно. То есть, потому что, ну, это самое дорогое и святое, что есть в моей жизни, ради чего я живу и жила всегда. Так что вот так. И я вот что вам хочу сказать, мои хорошие. Всегда гордитесь своими детьми. Как бы там ни было, гордитесь ими. И я знаю, есть много... Я знаю, все происходит, знаете. Ну, не вы первая, не вы последняя, не я первая, не я последняя. Особенно в переходный возраст с нашими детками всякое происходит. И просто это надо пережить. Каждому. А, ну, дети это детьми, а все-таки вот за квоты я же... О, у меня смысл на мысли перекидывает. Не знаю, как своим пацанам спасибо сказать. Знаете, вот бывает такое. Но вот не знаю, как еще высказать это. Это же поддержка, это же самое главное. Так что делайте мои хорошие квоты, оформляйте. Ничего не бойтесь. Я вот уже, знаете, была на грани от всего отказаться. Но уже все сделала. И все уже, слава богу, хорошо. Сейчас немножечко реабилитируюсь. Встану на свое место. Все у меня... Ну, глазки хорошо видеть будут. Там все это восстановится. Красоту наведу, мамочки. Я сколько лет не могла этого сделать. Мне мешала вот эта вот шишка. А теперь я красоту наведу, мам. Да я еще вообще, знаете, еще буду. Так что... Наконец-то. Вы знаете, насколько я вот счастлива? Я смотрю, я, конечно, еще привыкнуть не могу к своему. В носках. У меня еще отеки. Вот здесь вот отек. У меня вот здесь вот еще вот это вот все отекше. Вот здесь вот это место. То есть эта сторона лучше отходит, чем вот это. Ну, даже видно. Я специально вам вот так вот встала, чтобы вы видели, что вот у меня эта вот сторона прям вообще. А вот это вот еще, ну, это все пройдет. Потому что у меня вот здесь вот немножко, ребят, вот здесь вот видите, вот видите шишечка? Вот она еще маленько не заживает. Но это ничего страшного. Она прирастет. Как только она прирастет, и у меня вот это вот все снимется. Вот этот отек, все это пройдет. И, короче, это, что хочу сказать. Столько, ну, все равно я же понимала, глаза не мои, да. Я видела, что эта опухоль, она меня, пиздец, как, ой, простите за маты. Что она меня пипец, как, ну, уничтожает. Уничтожает, как женщина. Я это видела. И вот этот, ну, разрез глаз уже немой был. И выпуклость в глазах. Это не мое. Это отечно сильно. А знаете, как оскорбляла еще? Что, что ты, это, с бодуна, что ли, с великого? Ну, есть эти хейтерши, эти придурочные, блядь. И это, и, конечно, ну, блин, мне обидно было все равно, что я знаю, что я не пью, не курю, да. И вот, ну, блин. Но, зато сейчас я знаю, что у меня все это восстановится. И я, конечно же, восстановлю свою, ну, уже не ту, конечно, красоту, не вернешь ее, мол, все прошло, столько лет потеряно. Но, по крайней мере, хоть что-то. Результат очень хороший у меня идет. Я так и продолжаю интервальное, это, ну, как голодание. Все я это так и делаю. Не заканчиваю и не закончу. Мне это очень нравится. Хотела уже, знаете, немножечко начать. Так, давайте шашлыки отключим. Что-то, мне кажется, уже они... Хотела немножко торговлю начать, но еще пока не могу. Правильно вы мне пишите, Свет, не торопись. Ну, правильно, что, куда торопимся? Маленько надо. Сейчас еще вот записано к врачу на 13 число. Она у нас 13-го принимает. Вот пойду к врачу. И это, что она мне скажет? И на работу, сегодня с работой мне звонили. Зовут прям. Мы уже знаем, что ты дома, что ты приехала. Уже все это знаем. Да, конечно, я дома, ребят. Ну, блин, ну подождите пока. Пока не могу. Пока вот режу, вот стою. А сама думаю, хоть бы палец себе, блядь, не отрезать. Двоится все. Так что вот так. Все перестирали, все поснимали, все переделали. Ну, мы начали с чистого четверга, все. Все поубирали, наконец-то все закончили. Всю стирку, все это позаканчивали. Так, я что хочу? Хочу это сделать. Заправку оливковое масло, наверное, сделаю. С горчичкой и с лимонным. Так, а лимон у меня есть, ребят? Ну-ка, секунду. Женщина, а у вас лимона нету, блядь? Вы почему-то... А, есть лимон? Лимон есть, все. Классно. Сейчас сделаю. Сейчас мы сырочек нарежем. Сырочек. Вот так вот перемешаю. Приправу я вот так вот делаю, не в заправку. Сейчас я вот так вот маленько перемешаю это все дело. Траванский закончилось, надо, блин, приобрести уже, тоже заканчивается. Так, вот так маленько, видите, вот так перемешала. Сейчас я сюда... Скажи, чего нам не показываешь ничего? Ну, я вам покажу сейчас, как сделаю, не переживайте. Чего вы? Я покажу обязательно. Чего же я не покажу-то? Сейчас я феточку нарежу. Там мой золотой красавчик мой. Так вот прям квадратики получаются. Все, давай вот это вот сейчас мы поскладываем. Так. Все, много тоже не надо. Все это не буду я. Зачем? Много не будем делать. Даже оставим еще маленькую феточку. Оставлю. Так, сейчас я ее закрою. Вот так вот закрою. И вот так вот уберем. Так, это все. Секунду, мои хорошенькие. Все двоится, блин, в глазах. Так, сейчас. Оливочки. Ммм. 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 Вот он. Единственное, что у меня нету этого салата. Ну и что? Ну и без него у меня полная хорошая миска получилась. Сейчас я сделаю эту, чем заправить. Все. Поставлю в холодильник, он будет ждать Никитку. Или у меня обед? А, у меня уже обед. Сейчас тоже буду обедать. Сейчас заправку сделаю. Подсолнечное масло 3 ложки. Я, конечно, на глаз лью. У меня вот такое подсолнечное масло. Так. Теперь я что хочу? Лимончик сюда. У меня есть вот такая вот горчичка. Я сейчас вот такую горчичку сделаю. Лимончик. Где ножик, Свет? Ну, что ты? Совсем ослепла. Так, это мы вот сюда все вылим. Только косточки не надо. Косточки не надо. Так, это сюда. Косточку я достану сейчас. Она не нужна здесь. И оливочку. Эти. Ложечку, ложечку всего. Кто хочет какие приправы свои добавлять, я уже приправку сделала. Все. Вот. И вот так вот я ложечкой это все аккуратненько полью. Замечательно, мои хорошие. Замечательно. Все. Все прошло как надо. А кушать будем, когда это все, оно все хорошенько перемешается. Вот и все, мои золотые. Вот и, пожалуйста, вот у меня салатик готовый. Сделала ни зелени, ничего я сюда добавлять не буду. Зачем греческий салат? Единственное, что у меня не стало этого. Ну, салата этого классического, его не стало. Нет. Я сейчас накрою. Пленочкой. И уберу в холодильничек. Он постоит, впитает в себя. Мам, да это будет просто загляденье. А я сейчас разогрею себе рис. У меня рис, шашлычок, вот этот салатик. Ну, все, обед у меня вообще полноценно. А, у меня еще есть суп, но я, наверное, суп не буду. А то что-то слишком много получится. Хотя пиалочку супа могу съесть. Раз обед это, надо покушать полноценно. Как вы на это смотрите? Вот, все, уберем. Уберем в холодильничек. Давайте я сейчас себе на стол накрою покушать. И покажу вам свои блюда. Так, мои хорошие, ну что, накрыла себе столик. А сейчас буду обедать. Вот такой вот у меня супчик. Значит, вот такой. Ну, он у меня, я его вчера готовила. Супчик. Значит, вот это вот. Рис с овощами. И вот мне хватит достаточно двух кусочков шашлычка. То есть, этого достаточно. Вот салат, который я с вами делала. Ну, вы знаете, я сюда еще маленько для себя. Сама лично добавляю соевого соуса. У меня соевый соус вообще везде идет. Я его безумно люблю. Сейчас еще замутила чай себе. Завариваю. Всякого разного накидала туда. Сейчас запарю, тоже вам обязательно покажу. Те, кто сейчас за столом, конечно же, мои хорошие. Всем приятного аппетита. Кушайте с удовольствием. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Вот от всего сердца. Вчера не смогла выйти с вами пообщаться. Но сегодня от всего сердца. Вот желаю вам всего-всего самого доброго. Правда. Я настолько, блин, довольная какая-то, счастливая. Даже объяснить. Я хочу поделиться с вами вот своим вот каким-то внутренним счастьем. Просто хочу поделиться. Вот понимаете. Вы делитесь со мной, а я хочу поделиться с вами. Вот так. Сейчас чай запарю. Вам покажу обязательно. Чаечек я. Короче, вот такой себе напарила чаечек. Короче, надо все попробовать. Хочу все. Ну, у меня, я супы умею готовить. У меня нормальные супы получаются. У меня такой суп лапшичка куриный. Нормальный. Без каких-либо ферди-перстов. Вот просто нормальная обычная лапшичка. Ну, шашлычок, это, понятное дело, вкусно. Я его сама замариновала. Моего приготовления. Рисик с овощами. Тоже замечательно. Ой, ребятки, приятного аппетита. Кушайте с удовольствием. Еще остались окрашенные яйки. Сейчас чаек вкусный. И все. И у меня замечательно обед прошел. Потом ужин в 6 часов. И кухня для меня закрылась. Ну, а вам я хочу сказать, мои хорошие. Конечно же, любовь взаимная. Помните это. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Подписывайтесь. Потому что пока сейчас вот я нахожусь в таком состоянии. Мне проще там кружочек отправить. И больше информации у меня получается там, чем здесь. Потому что я немножко еще не готова. А там вот кружочек отправила. Секунды все. Ну, мы поздоровались. Пообщались. Все равно, как бы там ни было. Существует чат. Пишем друг дружке. Ну, заходите ко мне в телегу. Подписывайтесь. Не пожалеете. Так что всех люблю. Обожаю. Спасибо вам еще раз. Я буду всегда вам говорить спасибо за вашу поддержку. За ваши молитвы. За все спасибо. Особенно тем девочкам, которые поставили, ну, вот молились, ходили, ставили 40 ус. Огромное вам вообще спасибо. Я просто знаю, что это не, ну, как денежная процедура. Да, надо платить. И все равно люди пошли. Ну, огромное вам от души спасибо, мои хорошие. Так что всех люблю. Любовь взаимная. И, конечно же, мы на связи. Пока.